СБЦ, Канада. В России не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. В чем причина? Крис Браун. СБЦ, Канада. 2 марта 2020 года. В занесенном снегом российском городе Екатеринбурге, он находится в сотнях километров от ближайшей границы с иностранными государствами. Игорь Горбунов говорит, что вносит свой вклад и делает все возможное для того, чтобы коронавирус не проник в эту самую большую по территории страну. Наденьте это перед тем, как войти туда, там могут быть китайцы, говорит он, обращаясь к семье, направляющейся в продуктовый магазин, а затем передает маме и ее детям защитные маски. Россия применяет наиболее спорные меры в сравнении с другими странами. Многие могут назвать их дискриминационными, для борьбы против коронавируса, а некоторые из них направлены непосредственно против китайского сообщества. Среди принятых в России мер можно назвать патрулирование. Как раз в подобного рода патрулировании участвует Горбунов, который осуществляется в тех районах города, где живут китайцы. Да, мы читаем прессу, и там пишут, что этот вирус больше всего распространяется среди азиатского населения, отмечают Геннадий Ковалев, коллега Горбунова. Это реальная опасность, поэтому мы начали проводить патрулирование. Горбунов, имеющий прозвище полковник Игорь, и Ковалев, называющий себя генералом, являются казаками, современными потомками бывших защитников русских царей. Сегодня они выполняют различного рода патриотические поручения и помогают защищать свою родину, а борьба с коронавирусом недавно тоже была включена в перечне их задач. Казачьи патрули в Екатеринбурге имеется значительное китайское сообщество. Это люди, которые приехали в Россию, чтобы работать на стройках или в розничных сетях, поскольку в этих областях заработная плата выше, чем у них дома. Масские информации относительно распространения этого вируса одобрены российскими властями в области здравоохранения. Однако не получила одобрения священная православными священниками Святая Вода, которая, по словам Горбунова и Ковалева, способна защитить людей от этой опасности. Хотя Россия является крупнейшей страной по территории, а также граничит с самым большим количеством государств. Всего с 14, российские службы здравоохранения зафиксировали очень мало случаев заражения вирусом ЧАВИД-19. В прошлом месяце проверка двух приехавших из Китая людей дала положительный результат, однако позднее было объявлено, что заражение у них не обнаружено. Еще три человека находятся на карантине в городе Казани, а заразились они на борту круизного лайнера Диамонт Принчез. Однако, согласно официальным правительственным заявлениям, других случаев заражения коронавирусом в стране не зафиксировано. Большое количество превентивных мер время от времени в российских социальных сетях размещают видео, на которых людей якобы изолируют в медицинских учреждениях, и иногда это делается принудительно. Однако ни в одном случае со стороны правительства не было подтверждено, что причиной подобных действий стал коронавирус. Судя по всему, наше правительство делает правильные шаги и предпринимает большое количество превентивных мер, сказал Горбунов. Эти меры включают в себя раннее закрытие большинства пограничных переходов между Китаем и Россией, а сегодня уже действует почти полный запрет за въезд в Россию китайцев, и не только из эпицентра в Ухане. А для тех, кому разрешен въезд, обычно речь идет о деловых визитах, предусмотрен 14-дневный карантин. Мэр Москвы также разрешил проводить рейды на тех предприятиях, которые используют труд китайских мигрантов. Кроме того, по его распоряжению устанавливаются камеры с технологией распознавания лиц, и делается это для того, чтобы обеспечить соблюдение условий карантина. В пятницу в российской столице было объявлено о задержании 88 человек, нарушивших распоряжение самоизоляции. Критика из Китая и московских водителей автобусов попросили сообщать о пассажиров с китайской внешностью. Посольство КНР в Москве выразило неудовольствие по поводу этой меры. Оно направило в Кремль письмо, в котором говорится о том, что специальный мониторинг в отношении граждан Китая в московском общественном транспорте не имеет аналога ни в одной другой стране мира, даже в Соединенных Штатах и в странах Запада. Россия также закрыла свои границы с другими государствами со значительным количеством зараженных, в том числе с Ираном и Южной Кореей, а также призвала своих граждан отказаться от поездок в Италию. Тот факт, что Россия смогла избежать крупной вспышки коронавируса, заставил в настоящее время сделать выводы в Европе, а также в некоторых соседних с Китаем государствах о том, что подобная спорная стратегия, возможно, приносит результат, или медицинские власти страны просто не говорят правду. Трудно сказать, соответствует ли реальности приводимая статистика, отметил в своем послании по электронной почте Пол Хантер, Пау Люнтер, преподаватель и научный сотрудник в области медицины расположенного в Великобритании университета Восточной Англии, университета Феастанглия. Однако он также добавил, «Я не могу понять, какую политическую выгоду можно извлечь из лжи по поводу сложившейся ситуации. Если вирус распространяется, а вы закрываете информацию, то, в конечном счете, вы будете выглядеть значительно хуже. Границы закрыты. Эксперты Всемирной организации здравоохранения высказались против варианта закрытия границы, к которому ранее прибегла Россия. По их мнению, в лучшем случае можно будет лишь замедлить распространение вируса, а в худшем случае это вызовет серьезные экономические трудности, негативно представят определенные этнические группы, и, кроме того, подобные действия являются нарушением международного права». Российский министр финансов в беседе с корреспондентом делового издания РБК сообщил, что ограничения на границе с Китаем обходятся стране в сумму не менее 16 миллионов долларов в день. По мнению Хантера, Россия лучше многих других стран справляется с распространением коронавируса просто потому, что не является главным направлением для международных путешественников, которые могут являться его носителями. «Я думаю, что это скорее всего случайность, которую можно объяснить значительно меньшим количеством посещающих страну и иностранных граждан», — сказал Хантер. Российская пресса расхваливает успех выбранной политики, однако по российскому государственному телевидению подход Кремля преподносится как успех государственной политики, а также как победа России в международном плане. «Подобные жесткие меры, которые были введены в Россию, сегодня оправдывают себя», — отметил политолог Михаил Маркелов в ходе российского шок-шоу «60 минут». «Вначале мы много слышали разговоров о том, что нельзя ограничивать свободы и что это плохая вещь. А сегодня некоторые страны готовы пожертвовать определенными свободами ради своей безопасности», — подчеркнул он. Однако другой участник этой дискуссии призвал россиян не быть столь уверенными. «Нам нужно выиграть время для того, чтобы привести в порядок наши инфекционные отделения. В большинстве из них нет ни отопления, ни нормального водопровода», — сказал Михаил Конев. «Нам нужно быть готовыми к тому моменту, когда в России произойдет вспышка, а это случится обязательно». Просто ранний этап подобную точку зрения поддержал Бен Джамин Каулинг, Бен Эмин Чаулинг, профессор кафедры эпидемиологии Гонконгского университета, университета Фонг Конг, и эксперт в области изучения коронавируса. «Он сомневается в том, что Россия сможет изолировать себя в течение долгого времени, если продолжится глобальное распространение коронавируса. Вероятно, существует некоторое количество еще не обнаруженных, но уже находящихся в стране носителей этого вируса, и некоторые из них, возможно, будут способны образовать местные цепочки по его передаче», — подчеркнул Каулинг в своем электронном сообщении, направленном в редакцию телеканала ЦБ «Цениус». А вот как отреагировал Каулинг на количество инфицированных в России, на мой взгляд, это просто начальный период. Крис Браун, московский корреспондент телеканала ЦБ «Цениус». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.